Когда картина была закончена, она с успехом экспонировалась сначала в Риме, а затем в середине 1836 года в Петербурге. За нее Императорская академия художеств присвоила Иванову звание академика. Успех этой картины позволил художнику продлить срок его пребывания в Италии, и она послужила важным подготовительным этапом на пути к созданию главного произведения его жизни. Полотна «Явление Христа народу». Над которым Иванов работал в 1837-1857 годах. Картина представляет собой двухфигурную композицию, написанную в натуральную величину. «Слева Мария Магдалина, а справа Иисус Христос». Согласно евангельскому сюжету, изображен момент, когда Мария Магдалина узнает воскресшего Христа, который жестом правой руки останавливает ее порыв, говоря ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу». В качестве пенсионера общества поощрения художников Александр Иванов в 1830 году уехал в Италию. С 1831 года жил и работал в Риме. Известно, что в 1833 году у него уже появилась идея создания монументального многофигурного полотна на тему «Явление Мессии народу». Об этой идее он сообщил в своем письме в «Общество поощрения художников». Тем не менее, сперва художник решил попробовать написать более простую, двухфигурную композицию, и в начале 1834 года он приступил к работе над картиной «Явление Христа Марии Магдалины», которая тем самым послужила важным подготовительным этапом на пути к созданию будущего полотна «Явление Христа народу». К тому же, эта картина должна была стать отчетной работой для «Общество поощрения художников», на средство которого Иванов был послан в Италию. Картина «Явление Христа Марии Магдалины» была закончена в декабре 1835 года и выставлена в мастерской художника. Одним из посетителей был Тимофеев, который так отозвался о картине. «Явление Спасителя по воскресеньям Магдалины» – сюжет, над которым трудились многие живописцы. Но что в этой картине особенно хорошего? Положение Спасителя. Это Бог. Величие, кротость, уверенность, благодать, святость, могущество. Картина эта прекрасна. В мастерскую Иванова побывали другие художники, в частности, Бертольд Торвальдсен. Чрезвычайно высоко отозвался о картине и о мастерстве ее автора. В письме своему отцу, художнику Андрею Иванову, Александр Иванов рассказывал. На мою картину смотрели более художники. Торвальдсен в особенности объявил всем свое о ней довольство. Это лестно. Заслужить похвалу Торвальдсена нелегко. Купить ее нельзя ни деньгами, ни подлостью. Похвалил картину и итальянский художник Винченцо Камучин, который в целом не вполне доброжелательно относился к творчеству Иванова. В начале 1836 года картина демонстрировалась на выставке в Капитолийских музеях, где кроме нее также экспонировались работы русских живописцев. Ареста Кипренского и Михаила Лебедева, а также немецких художников Августа Риделя и Франца Людвига Кателя. Как писал сам Иванов, я подверг ее вниманию публике. И тут, сколько можно было заметить, картина моя не терялась. В мае того же 1836 года полотно было отправлено в Петербург. Несмотря на хорошие отзывы, которые картина получила в Риме, Александр Иванов серьезно беспокоился о том, как она будет принята в Петербург. В частности, Иванов просил выставить ее в полутонной зале, которая освещалась бы с высоты, чтобы этот свет помогал сюжету, то есть чтобы похож был на утреннюю глуботу, или, казалось бы, самым ранним утренним. В какого час спаситель явился Магдарине Угроу. Своему отцу Андрею Иванову он советовал, что картину нужно вставить в золотую раму и затянуть грубым зеленым полотном со всех сторон, от рамы на аршин так, чтобы не беспокоили ее никакие картинки. Опасения художника были напрасными. В Петербурге картина была оценена очень высоко. Отец писал ему, что он напрасно беспокоился о раме и прочих вещах. Такая картина берет собственную свою силу и все, производит сильное впечатление на душу зрителя по чувствам в ней изображенной. А художник Алексей Егоров, у которого Александр Иванов учился в Академии, похвалил ее коротко, но емко. Какой стиль! За эту картину 24 сентября 1836 года Императорская Академия Художеств присвоила Иванову звание академика. Сам художник, не стремившийся к подобным званиям, так прокомментировал это в письме к отцу. Как жаль, что меня сделали академиком. Мое намерение было никогда никакого не иметь чина. Но что делать, отказаться от удостоения, значит обидеть удостоивших. Общество поощрения художников преподнесло картину императору Николаю Первому, и она была помещена в русскую галерею Эрмитаж. В 1897 году картина была передана из Эрмитажа, создаваемый в то время русский музей императора Александра Третьего. Ныне государственный русский музей, где и находится до сих пор. Субтитры создавал DimaTorzok